ПРОВЕТРИМСЯ Мы сегодня с вами поговорим про книгу «Смелость не нравится», которую написали два японских автора, Ичиро Кишими и Фумитаки Кога. Книга «Искусство не нравится» — это книга по психологии. Никаких сюрпризов, такой сезон, такие книжки. Книга написана в форме диалога. И один из авторов этой книги — профессиональный писатель, а другой автор этой книги — профессиональный психолог. И психолог он не просто, а последователь школы психологии Адлера. Мы про него говорили, когда обсуждали Виктора Франкла и его книжку «Человек в поисках смысла». Там надо посмотреть, послушать. В общем, не забывайте, что у нас есть другие ролики. В чем фишка книжки? На самом деле фишек просто тьма. Во-первых, я не знал, кто такой Адлер, пока не прочитал книгу. Потом прочитал подробнее и восхитился, потому что очень интересный такой персонаж. Во-вторых, потому что она написана очень легко и легко читается. Она какая-то такая, с одной стороны, вроде как в форме диалога, а с другой стороны, это какие-то такие абстрактные учители-ученик. И это одновременно похоже и на буддийские притчи, и на диалоги Платона. В общем, сам Адлер считал, что психологией надо заниматься в диалоге, что психология – это такая штука, когда, значит, учитель-ученик или психолог и клиент должны разговаривать между собой. Он сам книжек особо не писал, а любил, значит, сидеть в кафе и рассказывать своим ученикам, как мир устроен. В Вене кафе были неплохие, кофе вкусный, штрудель, эстерхази, все дела. В общем, губа была не дура у психолога. В-третьих, и, наверное, самое интересное, помимо того, что книга открывает для меня этот кусок психологии, во-вторых, к моему стыду, не знал я об этом куске психологии, во-вторых, написана легко, она очень понятная. Там очень понятно, что и как нужно делать, и это даже немного раздражать может, наверное, первое время. И, собственно, одного из персонажей, молодого ученика, который задает вопросы умудренному философу-учителю, периодически бесит простота ответов на эти вопросы. Но в этом, очевидно, большое преимущество вообще психологии Адлера, потому что это психология про то, собственно, что всем нравится нельзя, что надо делать то, что надо, а что не надо, не надо. И вообще нормально дело и нормально будет. Оказывается, есть целая психологическая доктрина, которая объясняет, почему именно так и нужно жить. И, на удивление, складно у нее это получается. Какие базовые идеи? Я сделаю такой короткий тизер нескольких базовых идей, которые, мне кажется, стоит обсудить, а дальше вы уже сами решите, как обычно, читать вам книжку или не читать. Первая базовая идея — это то, что нужно не задавать вопросы, почему. Что рефлексия и взгляд, устремленный в прошлое, — это контрпродуктивно. У меня есть такой прекрасный пример. Я когда-то катался, учился кататься на сноуборде в Болгарии, и у меня был болгарский инструктор по сноуборду. И как многие инструкторы по сноуборду, он, значит, злоупотреблял каннабисом и в какой-то момент изрекал какие-то глубоко философские мысли. И, собственно, после одной из тренировок, когда я устал и шел домой греться, есть и вообще ненавидел сноуборд с всеми фибрами своей отбитый облет и снег души, инструктор посмотрел на меня и сказал, слушай, чувак, понимаешь, понимаешь, чувак, ты вот когда упал, ты можешь отстегнуть свой сноуборд, подняться вверх по склону, найти ту самую кочку, на которой как-то все пошло не так, и четко понять, почему ты упал. Но пойми, чувак, сказал мне инструктор, это не поможет тебе лучше кататься. Единственный способ научиться кататься, это когда ты упал просто вставать и катиться дальше. Я вот не знал, и мой инструктор об этом, я думаю, не знал, но он был последователем психологии Адлера. Вот Адлер говорит, вся эта идея, что нужно разбираться в причинах того, почему с вами что-то не так, это, конечно, здорово, и это можно делать в свободное, что называется, от работы время, но как-то менять вашу жизнь, это вам не очень помогает. Это дает вам много каких-то поводов для рефлексии, вы тратите на это много сил, но как-то вперед не движетесь. Поэтому вместо того, чтобы заниматься вот этой самой рефлексией, нужно просто задать себе вопрос, чего вы хотите делать, и честно ответив на него, делать то, что хотите. А то, что не хотите, не делать. Я понимаю, что мысль звучит довольно дико, но книга очень подробно и на примерах объясняет, почему это работает, а идея поиска причин не работает. Другой, мне кажется, прекрасный пример, это то, что жизнь человека определяется тем, что Адлер называл Лебенстиль или стиль жизни. И идея Адлера была в том, что по умолчанию любой человек всегда выбирает тот же стиль жизни, который у него есть сейчас. То есть, грубо говоря, катиться по натуренной дорожке внутри клеи того жизненного стиля, который вы выбрали, всегда проще, чем его поменять. Поэтому все ваше внутреннее устройство личности при малейшей попытке поменять что-то вокруг будет этому осознанно или неосознанно сопротивляться. И нужно это просто иметь в виду. Это как бы факт. Третий, мне кажется, прекрасный пример. Это пример, это идея того, что всем нравиться нельзя, и вообще, как известно, моя несвобода заканчивается там, где начинается несвобода другого, как говорил Ницше. И вот эта идея того, как, собственно, разделять свою сферу ответственности, то, что вы контролируете, и то, что контролируют другие люди. И в книге это разбирается, например, в взаимоотношениях с коллегами, в взаимоотношениях с вашим партнером, в взаимоотношениях в семье между родителями и детьми. И главная идея, она ровно в том, что нужно понять, какие задачи решаете вы, понять, какие задачи решает другой человек, и не лезть в чужие задачи, и не пускать человека в свои. И опять же, на примерах довольно подробно и понятно объяснено, почему, когда вы пускаете человека решать за вас ваши задачи, это очень плохо и для вас, и для него. Потому что вы в итоге не чувствуете, что вы контролируете свою жизнь, потому что вы теряете себя, потому что вы чувствуете, что за вас другой человек делает что-то, что вообще-то почему-то должны были делать вы, вы или чувствуете себя обязанным, или чувствуете себя обиженным. В общем, в долгосрочной перспективе ни к чему хорошему это не приводит. А человек, в свою очередь, или начинает чувствовать гиперответственность за вас, потому что он постоянно влезает и решает что-то, что вообще-то вы должны были сделать сами, или начинает испытывать какой-то дискомфорт, потому что у него вообще-то свои задачи горят, ему надо что-то делать со своей жизнью. И в этом смысле очень важно понимать, что контролируете вы, какие задачи в жизни ваши, и их решать. И не давать другим людям лезть туда, куда совершенно не нужно им лезть. И эта вот идея того, как очертить личные границы, как их защищать, как отвечать за собственную судьбу и как-то менять свою жизнь в одну или в другую сторону, мне это все очень близко. Мне показалось, что эту книгу прям стоит прочитать. Более того, я могу похвастаться. Я нескольким своим знакомым порекомендовал эту книгу. Сейчас так получается, что интерес на книге по психологии резко возрос, потому что многим людям, которые думают головой и чего-то делают руками, перестало хватать какого-то смысла. Мы полгода молчали и не делали подкаст про науку, потому что я долго не мог понять, а какой смысл делать подкаст про науку. До сих пор, кстати, не до конца понял, какой в этом смысл. Напишите в комментариях, если у вас есть идеи, зачем вообще делать подкаст про науку сейчас. Мне было бы полезно. Так или иначе, вот эта идея Адлера и эта книжка очень простая. Смелость не нравится. Внезапно зашла не только мне, но и нескольким моим знакомым, которые сильно иначе устроены, совсем не так вроде как себя ведут. В общем, кажется, что это подходит не только мне, но и какому-то неограниченному количеству людей, сильно на меня не похожих. Если, кстати, вам нравится то, что мы делаем, можно поставить лайк, подписаться. Вы тогда не пропустите ни одни видео. Еще на нас можно подписаться на любых платформах, где есть подкасты. Мы везде есть в Apple подкастах, в Google подкастах. И там можно отзыв написать. И это греет наши сердца и особенно мое сердечко, потому что оно прям требует согрева. И еще из важного. Если вы знаете, как улучшить подкаст, напишите в комментариях. А если вам он понравился и он идеален, и нет вообще идей, как его улучшить, поставьте лайк. Лайк даст нам понять, что мы на правильном пути. Мы с вами скоро увидимся, поговорим про еще одну книжку. Спасибо большое, что слушали. Это был подкаст «Проветримся». Меня зовут Иван Емщиков. Пока.